Всем привет, меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tools. Сегодня я вам поделюсь лайфхаком, где взять двигатель на такие шуруповерты, как у Stanley и Metabo 18-вольтовый, такие как BS-18, BS-18 Li, BS-18 Quick и прочее. Вот для примера у нас шуруповерт Stanley, FATMAX SCD711. В таких шуруповертах установлен двигатель типа размера 755, вот такой он, большенький. Конкретно в этом стоял от компании LESHII. Есть также двигатели поменьше, размер 550, они сюда естественно не подойдут, потому что он маленький. У Makita же идет размер 775, в 18-вольтовых шуруповертах, вот в таких, как 453, там вот этот двигатель стоит и он немножко больше. Он абсолютно по толщине одинаковый, он сюда подойдет, влезет, но если отпилить заднюю часть шуруповерта. Дело в том, что эти двигатели сложно сейчас найти, ну точнее они есть в продаже, сейчас появились на Metabo, например, но ценник там слишком большой. Вот, например, 3-867. Поэтому остается AliExpress. Я заказал на AliExpress, вот в таком пакетике он присылал. Абсолютно, правда без шестеренки, но тоже это фирма Alishii. Короче, он вообще один в один, ничем не отличается и цвет крыльчатки такой же. То есть оригинальный двигатель завода. Сейчас мы перепрессуем шестерню, поставим и шуруповерт будет работать. Стоит он, на сегодняшний день я посмотрел, они чуть-чуть подорожали, ну там почти в 1000 рублей он вам выйдет. Я купил его чуть-чуть дешевле, потому что месяц назад где-то заказывал, долго он шел. Вообще он сам там стоит 300 рублей примерно, доставка просто 500 с чем-то рублей. Поэтому ссылка на эти моторчики будет в описании. Пользуйтесь. Как я буду спрессовывать шестерни? Вот такой съемничек, мастак, артигул его. Ну не обязательно такой. Это можно сделать любыми подручными средствами. Ставим под пресс. И выбираем какую-нибудь маленькую, тоненькую выколотку. И спрессовываем примерно вот так. Шестереночку сняли. И запрессовываем на этот вал. Это можно сделать на ручном, реечном прессе. Вот так вот. Там она была чуть-чуть глубже. Поставим в отверстие. Примерно вот так. Может быть можно еще чуть-чуть. Прикрутили заднюю крышку редуктора. А вот он редуктор. Соединяем, устанавливаем и проверяем. Проверяем. Руповерт работает. Редуктор я проверил. Все нормально. Вот мы дали вторую жизнь вот этому китайцу. Поставив точно такой же двигатель. Пользуйтесь данной ссылкой. Покупайте двигатель и восстанавливайте свои старые шуруповерты. Которые, я думаю, у вас стопудово у многих сейчас лежат. И вы не можете их отремонтировать, потому что это дорого. Ну, а кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok